С именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том. Хвала Аллаху Господу миров, милости благословения лучшему из творений и самому благородному из посланников Мухаммаду, его роду и всем сподвижникам. На прошлом уроке мы остановились на том, что наша слабость и бедность в религии стали причиной нашего разделения и отсутствия любви между нами. Мы говорили о том, что положение религии в стране или регионе нужно оценивать по его городам. К примеру, Махачкала – это город, в котором живет огромная часть дагестанцев, учитывая то, что во всем Дагестане живет около трех миллионов человек. И глядя на эти города, мы видим в первую очередь, как говорится, в каком состоянии мы находимся, что мы люди бедные в религии, то есть мы ее либо не соблюдаем, либо соблюдаем очень слабо. Второе – то, что у нас многие религию используют для своих личных целей. Приведем пример такого использования религии в Египте. По арабскому спутниковому каналу один из ученых рассказывал, что в Египте приглашают Хафиза читать Коран для умершего человека за деньги. Если этот Хафиз достаточно известный, ему платят тысячу долларов, если не очень известный – пятьсот долларов. А в это время люди даже не слушают Коран, пьют кофе и разговаривают. То есть речь Аллаха, которую он не спослал, как руководство для живых, некоторые используют лишь для мертвых людей. А у нас нашли свои пути использования религии для своих целей. Некоторые пишут сабабы – талисманы за деньги и притворяются, что знают нечто скрытое. Другие прикидываются праведниками, увидев, как уважают праведных людей. Мы можем узнать о себе многое от наших врагов. Абдул-Кадир Ас-Сафади пишет «Мне нужно благодарить моего врага. Он следит за мной и критикует, а я отдаляюсь от порицаемого и возвращаюсь к благому». Поистине мы живем в то время, когда люди ненавидят, когда им указывают на недостатки, ненавидят тех, кто наставляет, делает насихат. Имам Аль-Газали, рахмах Аллах, пишет в Ихьяб, что ближе к судному дню люди будут любить падаль больше, чем наставление, то есть люди будут ненавидеть наставление. Аллах в Коране говорит, что «Пророки наставляли свои народы, но те не внимали наставлением, и пророки говорили им, вы не любите наставление». Да примкнет Аллах нас к тем, кто наставляет и получает наставление с радостью. Чтобы мы наставляли без каких-то корыстных целей и скрытых нечистых намерений, ведь именно добрые, искренние наставления нам так необходимы сегодня. Но мы продолжаем использовать религию как лозунг и значок, который цепляют на грудь политики. Взять, к примеру, арабов. После того, как был разрушен османский халифат, арабы разделились на 22 государства, но так и не объединились, хотя у них один язык и в целом одна религия. Почему? Потому что каждый хотел власти или денег, либо и того, и другого вместе. Абу-Дауд и имам Ахмад, да будет доволен имя Аллах, передают хадис. «Не пройдет много времени, как другие уммы, не мусульмане, набросятся на вас, как псы на миску объедками». Один из сахабов спросил, «О посланник Аллаха, неужели нас будет так мало, что они смогут наброситься на нас?» Пророк Али-Иссаляту Ассалям ответил, «Нет, вас будет много, но вы будете подобны морской пене, то есть ее много, а толку от этого никакого». «Аллах обязательно лишит ваших врагов страха перед вами и поселит в ваших сердцах вахн». Сподвижник спросил, «О посланник Аллаха, что же такое вахн?» Пророк Али-Иссалям ответил, «Это любовь к мирскому и ненависть к смерти». Сегодня любовь к мирскому снизошла на нас, как туман и нелюбовь к смерти поразила наши сердца. Уже ни для кого не секрет, как мы любим этот мир, хотя мы и называем себя мусульманами. Разве человек, увязший в богатстве и в мирском, будет любить смерть? Имам Аль-Газали пишет об этом вахья. Тот, кто здесь стремится к мирскому, будет цепляться за этот мир и не захочет отсюда уходить. Многие из нас сегодня ввиняют во всем евреев, но это от нашей близорукости. Аллах в Коране говорит, «Если вы будете терпеливы в следовании истине, и если будете богобоязненными, их хитрость и коварство никак не навредят вам». «Мы не видим, что мы сами стали такими, что нами могут манипулировать, и евреи, и все, кто пожелает. Мы стали податливой почвой для наших врагов, на которой они выращивают все, что им угодно. Именно поэтому, что мы не следуем тому, что сказано в этом аяте, мы находимся в таком положении, что враждуем друг с другом», передает хадис. Однажды посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, проходя через местечко Аль-Алия, совершил двухракатный намаз в мечети людей Бану-Муавия. Сахабы тоже совершили два раката. После этого пророк, алейхи саляту вассалям, обратился к Аллаху с мольбой, затем повернулся к сахабам и сказал, «Я сделал три дуа, два из них Аллах принял, а одну не принял. Я попросил, о Аллах, не губи мою умму голодом и жаждой, и эта дуа была принята. Я попросил, о Аллах, не губи мою умму потопом, как умму Нуха, и эта дуа была принята. Я попросил, о Аллах, убереги мою умму от споров и вражды между собой, а эта дуа Аллах не принял. Поистине, разделение и фитнес идут от стремления к власти, которую вырывают друг у друга, и благ, которые она дает. Как мы говорили на прошлом уроке, подумайте, как аммияды убивали аббасидов и аббасиды убивали аммиядов, как затем преследовали потомков Али, которые вынуждены были скрываться. Поэтому 22 арабских государства не могут объединиться, хотя у них одна религия и один язык. Каждый хочет назвать себя Раисом, правителем. Жене каждого из них хочется зваться женой Раиса. Их дети хотят власти и денег, и положения. И каждый Раис, правитель, хочет оставить власть своим детям, неважно, способны они управлять или нет. По этой причине сегодня правители арабских государств, как колючки в пустыне, их носят туда-сюда, и они не могут удержаться у власти. Нам не следует искать причины такого положения во внешних силах. Нам надо поставить правильный диагноз самим себе, надо представлять себе, какая грязь распространилась среди нас. Мы должны понять, что за мирское мы готовы все продать и притеснять друг друга. Мы даем взятки, распространяем нечестие, предаем друг друга. В битве ухуд сахабы оставили всего два повеления пророка, и из-за этого беда снизошла даже на самого пророка. Мушрики сломали ему зуб и поранили голову. А сегодня мы оставляем столько повелений посланника Аллаха, что уму непостижимы. Сколько мы растрачиваем имущества, притесняем друг друга, и при этом виним во всем наших врагов, а сами хотим прикинуться чистыми ангелами, которые спустились с небес. Мы обманулись мирскими благами, мы обманулись властью. Именно поэтому 22 арабских государства не могут объединиться и никогда не объединяться, пока каждый из них стремится к личной власти. Об этом уста Саида Фандея Кудесосерго пишет такие слова. «Когда халифат сменился ханствами, люди разделились особенно сильно, нет пользы для стада во множестве пастухов, испортили народ неправедные ханы». Подумайте, в Евросоюз входит 27 государств, в нем говорят на 11 разных языках, и люди исповедуют разные религии. Но Евросоюз объединился, а 22 арабских государства с единой религией и языком нет. И причина этого именно в стремлении к власти и богатству. Каждый хочет иметь счет в швейцарском банке, который, кстати, могут в любой момент заблокировать. Мы довольствуемся внешней частью религии, поэтому мы не получили от нее пользу. Если кто-то повесит на стене картину плодоносящего сада, разве он насладится вкусом фруктов? Тот, кто хочет получить плоды, должен усердно поработать, подготовить землю, посадить деревья, ухаживать за ними, удобрять почву и защищать деревья от паразитов. А у нас каждый жаждет быть начальником. Каждый хочет власти, никто не хочет работать. Почти все хотят быть хозяевами кабинетов, прийти домой, открыть холодильник и попить разных экзотических соков, а потом развалиться на кожаном диване и так лежа провести всю свою жизнь. Подумайте, муртад не получает никакого барраката от Аллаха. Я не говорю, что мы все муртады, но поразмышляйте, если мы так и дальше будем слабеть в следовании религии, куда покатится наша телега? К степени аулия, приближенных Аллахой, или к степени муртадов? Один водитель маршрутного такси из Махачкалы рассказывал, что он сам слышал в магазине от одного из дагестанцев, «Я жалею, что я оказался мусульманином. Чтобы слышать такие слова, надо выходить в народ. Если мы будем сидеть в мечетях и на мавлидах, мы не узнаем болезни людей и не услышим таких слов. Если врач откроет свой кабинет и будет сидеть в нем, поговаривая, если я кому-то нужен, пусть приходят ко мне. Он не сможет помочь больным, и больные будут умирать. Нельзя ставить диагноз Дагестану, судя по двум-трем студентам в мадресе или по нескольким старикам, которые ходят в мечети. Если правитель отделился от людей и смотрит на мир через затемненные стекла своего автомобиля, то он закончит так же, как и правителя арабских государств нынешней весной. Почему эти правители попали в такую ситуацию? Из-за своего грязного образа жизни, из-за несправедливости, которую они чинили, из-за слабости в религии, или из-за ее полного отсутствия? В Гиргебеле когда-то жил поэт Мухаммад Бек. Он жил во время имама Шамиля, и он был храбрым человеком. Мухаммад Бек в своих назмах пишет о том, как победили мюридов. Когда враг не смог взять штурмом крепость в Чохе, он стал раздавать золото и купил ее защитников. Мухаммад Бек также пересказал в стихах слова императора российской армии Николая. Было приказано, раздавайте золото чохцам, дружите с искусными в военном деле и берите их хитростью. За один лишь день и за одну ночь 20 чохцев получили чин офицера, им раздали золото, 7 лет воевали, не могли взять крепость, и за одну ночь ее отдали врагу. Вот это и есть причина нашего разделения. Чины, звезды на пиджаке, должности, власть и деньги. Один стремится к должности во власти, другой стремится к имамству или руководству мадресе, третий гонится за именем, за известностью. Аль-хамду лилля, что у нас в Дагестане не проводят выборы на религиозные, в кавычках, должности. Если бы у нас были выборы, мы бы увидели, какая между нами была бы фитна. Представьте, в Египте более 80 миллионов населения. Для сравнения, в Израиле население 5 миллионов человек. Косни Мубарак правил страной 30 лет. И посудите сами, до чего он довел страну. 35 миллионов человек живут за чертой бедности. Многие живут в землянках. 16 миллионов человек официально безработных, и между этими людьми чиновники и армия, которые что-то получают от государства. Такое общество не могло однажды не взорваться. Они забыли слова имамов, которые приводят Сайфуллахади в Мактубад. Власть продолжается даже у кафира, если он справедлив и милосерден. Но если правитель несправедлив и не милосерден, то его власть обрвется. Аллах в Коране говорит, смысл, а когда мы, согласно нашему предопределению, записанному в хранимой скрижале, желали погубить жителей селения по справедливости и согласно нашей воле, мы давали повеление одаренным благами в нем, и они творили нечестие, избивались с прямого пути, а за ними бездумно шли другие, заблуждаясь. Таким образом, они все заслужили наказание, и мы уничтожили это селение полностью. Сура Аль-Исра, аят 16. Обо всех современных проблемах мусульман уже давно сказано в Коране. Посудите сами, если какой-то кафир придет в Махачкалу, какую религию он от нас примет? Он примет ислам от наших юношей? Он примет ислам, смотря на наших женщин? Или он примет ислам, смотря как мы торгуем на наших рынках? Никогда он не возьмет от нас религию. Если бы сахабы жили, как мы, они бы никогда не смогли донести до Дагестана религию через какие-то 20 лет после хиджры. Тогда не было никаких средств связи, ни интернета, ни телефонов, ни почты с телеграммами. Нам нужны люди, которые беспокоятся за религию. В книге Хикаету Суфия сказано, что переживания делают человека худым. В Одессе сказано, тот, кто не беспокоится о мусульманах, не из их числа. Если бы мы реально беспокоились о положении мусульман сегодня, разве мы вели бы такой образ жизни? Никогда бы не вели. Власть и имущество – это то, за что у нас борются. Асанафанди Худдисосеруху наставляет, не стремитесь к власти, это каабы, вокруг которой вертится все самое отвратительное, и которое губит и в этом, и в том мире тех, кто к ней стремится. А мы сегодня влюблены во власть и наслаждаемся ею. Поистине, мы должны знать, что наши великие предки бежали от власти. Имам Абу Ханифа бежал от власти и предпочел попасть в тюрьму. Подумайте сами, что о нас думают не мусульмане? Какую истину они от нас возьмут, если наша молодежь едет в Москву и танцует там лесгинку на Красной площади? Станут ли они нас уважать? Это ли наш способ донести до них праведный образ жизни наших предков? Дошло уже до того, что один из высших руководителей страны на одном из собраний сказал слова с таким смыслом. «Если кто-то отсюда поедет в Дагестан и унизит Коран, для меня этот человек не стоит и копейки. Но и ваша молодежь, когда приезжает сюда, пусть уважает местных жителей. Если бы наши предки так себя вели, смогли бы они быть людьми, распространяющими ислам? Мы сыты, Аллах дал нам очень много мирского. Вкусную еду, огромные дома, в кавычках дутые машины и много всего другого. И стал для нас ясным этот хадис, который передал имам Ахмад. Аллах не посылает людям богатство без того, чтобы не распространилась вражда и злоба между ними. И мне очень их жаль. Кого жаль пророку Али-Иссаляту Ассалям? Ему жаль нас с вами. Это мы достойны такой жалости. Поэтому, когда Аллах посылает больше благ, человек должен быть больше благодарен ему, больше бояться его и сторониться излишеств, направляя имущество на благое. А мы все делаем наоборот. Больше денег – больше вреда от нас, больше фитны, больше грехов. У нас часто говорят, что, мол, тот, кто вышел против аулия Аллаха, этому человеку Аллах объявил войну. Но есть и другие категории людей, которым Аллах объявил войну. Например, те, кто занимается риба-расставщичеством в любом виде. Почему у нас об этом мало говорят? Да потому что очень многие едят из рук тех, кто занят риба. Имам Ахмад передает хадис от халифа Али, да будет доволен им Аллах. Всевышний Аллах проклял того, кто занят риба, включая и того, кто записывает договор, и того, кто выступает свидетелем, и того, кто сделал его дозволенным, и тот, для кого его сделали дозволенным, то есть тот, кто дает, и тот, кому дают. Подобный же хадис есть и про алкоголь. Только представьте себе, сколько проклятий на нас обрушивается. Находясь под такими проклятиями, мы хотим быть чистыми ангелами, обвиняя в наших бедах внешние силы. Как мы будем отвечать за это? Разве примутся в судный день наши оправдания? И как мы будем оправдываться, когда нам закроют рот, и наши органы будут сами свидетельствовать против нас? Также имам Ахмад передает хадис, «Настанет время, когда люди станут поедать риба». Его спросили, «Неужели все люди станут поедать риба?» Посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, сказал, «Те, кто не ест риба, не смогут избежать хотя бы пыли от риба. Поэтому чем глубже человек погружается сегодня в мирское, тем больше духовных болезней он получит, тем больше вреда он будет собирать, и больше вреда от него будет исходить». Сегодня мы видим, как на нас нисходят разные беды. Если мы смотрим только на сами беды, то это близорукость, а если человек видит за этими бедами справедливость Аллаха, то он поймет, почему на нас не зашла эта беда. Сегодня многие едут в Палестину для того, чтобы совершить намаз в Байтуль-Магдис. Юсуф Ан-Нафхани пишет, что когда он бывал в мечети в Байтуль-Магдисе, туда приходили всего несколько человек, которых можно пересчитать по пальцам. Ученые из Марокко, чья родословная доходит до пророка Алия, и саляту вассалям, Абдулла Талиди, рассказывает, что будучи в хадже, он познакомился с людьми из Кувейта, и по их приглашению он поехал в Кувейт. В пути он сперва направился в Дамаск, Сирию, далее в Аман и Орданию, и оттуда через Ирак прибыл в Кувейт. В группе попутчиков с численностью около 60 человек, выходцев из Сирии и Ордании, Ирака и Кувейта, намаз совершали лишь два человека, один из которых суннит, а второй – шиит. К тому же при остановках для отдыха в пути, попутчики то и дело находили кальянные или места для посиделок с общепитом, не беспокоясь о намазе. Также в этой поездке он посетил Байтуль-Магдис в Палестине, и к его удивлению было то, что во дворе Байтуль-Магдиса торговали водкой, что натолкнуло его на мысль, что вскоре евреи овладеют этими местами. Буквально в следующем году евреи в результате военных действий захватили земли, прилегающие к Суэцкому каналу в Египте, разбомбив их военный аэропорт, захватили земли Сирии, Шулан, Байтуль-Магдис, Палестины, а также земли Иордании. Вот это и есть, по сути, та беда, что последовала от оставления религии. Люди не ценили то, что имели, а теперь, когда это забрали, они стали ценить то, что потеряли. Имам Муслим передает хадис. «Когда вы завоюете Персию и Византию, какими вы станете?» Абдурахман ибн Ауф ответил. «Мы, как повелел Аллах, будем восхвалять Аллаха, благодарить Его и просить Аллаха, чтобы Он увеличил наш удел». Посланник Аллаха, алей-иссаляту ассалям, спросил, «Не будет ли кроме этого еще чего-то?» И он продолжил, «Вы будете спорить друг с другом, завидовать друг другу, и отвернетесь друг от друга, и будете гневаться друг на друга, и подобное этому». Абдурахман ибн Ауф спросил, «Будет ли что-то еще кроме этого?» И затем вы пойдете туда, где находятся дома мухаджиров, распространите фитну, и они пойдут рубить головы другим людям». В хадисе была упомянута зависть. Имам Аш-Шафи'и сказал в диване, «Всякая вражда может отступить, кроме вражды из-за зависти». Еще шесть-семь лет назад Устаз Саитофанди Кудесосергу показывал нам эти байты и говорил, «Между мной и таким-то алимом из-за такого-то аула нет ни споров из-за имущества, ни вражды из-за притеснений, нет никакой вражды, кроме одного – зависти». То есть это ученый, который враждовал с Устазом, всего лишь завидовал ему. Сегодня зависть стала причиной того, что между нами распространилось нечестие, и мы стали враждовать между собой. Пусть Аллах нас избавит от всего этого и сохранит. Пусть Он избавит нас от причин, которые нас разъединяют, поселит в наших сердцах любовь и объединит нас, как говорится в этом аяте, смысл «объединитесь вокруг религии Аллаха». Нам следует объединиться именно вокруг религии, а не пытаться объединить людей вокруг своих страстей. На этом мы завершаем второй урок. Квала Аллаху, Господа Миров.